На еврите первый стих Библии звучит так. «Бращит Бара Элохим», что означает «Вначале Бог сотворил». Мы рассмотрим значение его имени, Элохим, в этой важной программе «Узнавая еврейского Иисуса». Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Пусть Бог благословит вас, и шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на этот важный выпуск «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем цикл, который я назвал «Имена Бога в Завете». Возлюбленные. Этот выпуск так важен, потому что в еврейской Библии, Танахе или Ветхом Завете, Господь открыл Моисею в третьей главе «Исхода» свое святое имя. Он сказал, «Твои отцы Авраам, Исаак и Иаков знали Меня как Эль-Шадая, но именем Моим, и Господь сказал Яхве, они не знали Меня». Мы видим, что имя Бога в Завете, Яхве, связано с тем, что Он делает для Своего народа в их спасении. В Ветхом Завете мы видим Яхве, Его имя, которое связано с функциями спасения, которые Он совершает в жизни Своих избранников. И сейчас мы рассмотрим места в еврейской Библии, которые связывают Его имя Яхве с тем, что Он делает в контексте спасающей благодати для Его народа. Я советую вам заказать весь этот цикл. Я не буду возвращаться и вспоминать, о чем говорил ранее. Продолжу с того, на чем мы закончили, и сегодня мы рассмотрим следующее еврейское имя Бога. Это Его имя Яхве Макадеш. Давайте вместе откроем книгу Левит, 20 главу, и посмотрим 8 стих. Там мы видим, как Господь открывает Себя с помощью этого имени в Завете. Яхве Макадеш. Послушайте Слово Божие. Я начну читать 7 стиха. Тут написано «Осовещайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш, свят». Мы видим, как Бог Отец обращается к Своему народу, говоря, «Вы мой народ. Вы мой народ. И поскольку это так, Я хочу, чтобы вы жили достойно, освящая себя ради Меня и были святы». В следующем стихе Господь говорит «Я Яхве Макадеш». Я Господь, который освящает вас. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их. Ибо Я Яхве Макадеш, или Господь, освящающий вас. Давайте вернемся немного назад. Я хочу объяснить вам концепцию того, о чем я только что сказал. А после этого мы разберем все по полочкам и увидим, что Бог Отец обещает сделать для нас в контексте Его народа и спасающих дел в их жизни. В 7 стихе сказано «Осовещайте себя и будьте святы». В сегодняшнем выпуске я хочу сделать ударение на Божью часть, а также на вашу и мою часть. Иначе говоря, я хочу, чтобы сегодня вы увидели, что Бог Отец утверждает, что осветит нас. Но послушайте, Он не сделает это независимо от нас. Он делает это, когда мы сотрудничаем с Ним. Я считаю, что многие не понимают призвания на нашу жизнь принимать участие в том, что делает Бог. Если мы с вами не знаем, к чему Он призывает нас и не принимаем в этом участие, тогда мы упускаем благословение и силу в нашей жизни. Помня об этом, 7 стих звучит удивительно. «Освещайте себя и будьте святы». Здесь мы как раз видим нашу часть. Господь говорит «Я, Яхве Макадеш». Но до этого, до того, как Господь говорит, что Он освящает нас, Он еще и говорит, что мы должны сделать возлюбленные. Он говорит нам «Освещайте себя и будьте святы». А что же означает «Освещать себя»? Что значит «Будьте святы»? Мы часто слышим слово «святой». Но, по правде говоря, мы редко останавливаемся, чтобы задуматься над тем, а что значит «Будь святым». Первое, что говорит Господь – «Освещайте себя». «Освещайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш». Я, Яхве, ваш Бог. «Освещать себя» означает «отдавать себя Ему». Иными словами, мы освящаем себя, воздерживаясь от мирских вещей, которые мешают нашему отделению ради Него. Павел говорит об этом в Новом Завете. Он говорит, что каждый солдат полностью отдает себя своему заданию. Иными словами, солдат, который записался в армию, должен покинуть свой дом, сесть в самолет, полететь туда, куда его записали. Там он должен находиться на базе. Он может покинуть базу лишь в определенном случае. Вся его жизнь сконцентрирована вокруг его задания. Потому что он призван на службу и должен исполнять свое задание. Господь говорит нам, «Я избрал вас, чтобы вы были Моим народом среди всех народов на земле». Он говорит, «Ответьте на мое призвание, осветив себя Мне». Важно, чтобы мы понимали вот что. Не мы избрали Бога, а Он избрал нас. Иисус сказал об этом в Евангелии от Иоанна. «Не вы избрали Меня, а Я избрал вас, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Господь говорит, «Осветите себя, отдайте себя Мне. Уберите из своего сердца вещи мира. Перестаньте искать вещей мира. Перестаньте близко общаться с теми, кто не знает Меня. Осветите себя ради Меня». Он сказал, «И будьте святы», что означает «быть святым». Эта идея связана с концепцией отделения. Прежде всего, «Яхве» — Бог святой. Есть лишь два случая Библии во всем Слове Божьем, где мы видим трехкратное повторение божественных характеристик. Мы часто видим двукратное повторение божественных характеристик. Но лишь два раза в Писании мы видим трехкратное повторение божественных характеристик во всей Библии. И это связано лишь с одной Его характеристикой, с Его святостью. Когда Исаия увидел Господа, и в шестой главе он описывает это. Тогда он упал на колени, увидев существ на небесах вокруг престола Божьего. Исаия говорит, что увидел существ, которые постоянно говорили днем и ночью «свят». «Свят». «Свят Господь Бог Всемогущий». Трижды он повторял это. «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». В Библии есть лишь еще одно место, где мы видим такое же тройное повторение. Оно находится в книге Откровения. Иоанн был забран на небеса, чтобы увидеть Господа на престоле. И что Иоанн увидел, когда оказался перед престолом Господа? Он записал увиденное в Откровении Слове Божьем. Он видит то же, что и Исаия. Он видит существ возле престола Божьего, которые днем и ночью говорят те же самые слова. «Свят, свят, свят, Господь Бог Всемогущий». Возлюбленные, я говорю о том, что в первую очередь Бог — свет. Что означает быть святым? Это означает быть полностью уникальным, полностью отделенным. Что означает быть полностью уникальным? Только Бог был всегда. Все остальное имеет причину. Все остальное было создано. Но у Бога нет начала и нет конца. Он не был создан, а существовал всегда. Он — Творец. Он полностью уникальный и отделенный. И Господь говорит нам, поскольку Я уникальный и отделенный, Я хочу, чтобы вы, Мой народ, были отделены, были уникальным народом на земле. И когда мы с вами принимаем это призвание, когда мы делаем выбор в своей жизни, чтобы повиноваться Богу, чтобы отречься от плоти, чтобы отделиться для Бога, то Бог совершает сверхъестественное освящение в наших сердцах, делая нас святыми и освященными для Него. Но обратите внимание на то, что это партнерская работа. Иисус говорит, «Вот Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Бог желает сделать Свою часть, но мы с вами должны сделать выбор, открыть свои сердца, сказать Ему «Да», взять Свой крест, отречься Себя и последовать за Ним, чтобы благодать Божия могла полноценно работать в нашей жизни. Многие из вас сейчас ощущают, что Бог привлекает вас к Себе. Я хочу, чтобы вы знали, вы ощущаете это, потому что Бог любит вас. Он живой. То, что вы ощущаете, это Его Дух, который манит вас к Нему. Бог, Отец, так возлюбил нас с вами, что послал Иисуса в этот мир, чтобы вернуть нас к Себе. Иисус сказал, «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Отец любит вас. Он создал вас и желает ввести вас, ваше предназначение, которое можно найти только в Нем. Если вы хотя бы немного ощущаете сейчас Дух Божий, Он вас призывает внутри, чтобы вы обратились к Богу. Не сопротивляйтесь. Если то, что я говорю, находит отклик в вашем сердце, преклоните колени пред Богом. Не то, чтобы это работало только на коленях, но в вашем разуме. Этот момент будет запечатлен. Я прошу вас отдать вашу жизнь в руки Иисуса Христа. Я прошу вас зайти на сайт, адрес которого указан на экране, в раздел «Найти Иисуса», чтобы получить нужную информацию. Вы приняли самое важное решение в своей жизни. Не сомневайтесь. Я люблю вас, и самое главное, Иисус любит вас. Мы возвращаемся к сегодняшней проповеди. Многие из нас пассивны. Мы ждем, пока Бог сделает все. Мы не понимаем, что Иисус сказал, «Ищите и найдете». Стучите, и отворят вам. Просите, и дано будет вам. Писание говорит «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Иисус сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. Я открою Ему себя, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Бог ждет, когда мы с вами поднимемся с дивана и сделаем хоть что-то. Он ждет, чтобы мы начали искать Его. Он ждет, когда мы примем решение любить Его. Бог не просил нас чувствовать что-то. Он желает, чтобы мы делали что-то. Бог говорит «Осветите Себя и будьте святы». Как же это выглядит в наше время? Как нам осветить себя и быть святыми? Один из практичных вопросов звучит так. Какие медиа мы пускаем в свою жизнь? Какую музыку мы слушаем? Это не возможность, а реальность. Некоторые песни, которые вы слушаете по радио или в интернете, нравятся вам? Вам нравится музыка, она трогает нас. Но слова этих песен — осквернение. Слова песен возносят вещи, которые противны Богу. И осветить себя Господу означает отречься от таких песен. Хоть нам, возможно, и нравится слушать их, но так как мы освящаем себя для Бога, мы отказываемся от этой музыки, потому что Библия говорит, чтобы мы отреклись от мирских похотей. Мы говорим «нет» этим вещам. Почему? Потому что мы сознательно выбираем Бога и освящаем себя для Него. Некоторые из вас могут любить музыку кантри. Однажды кто-то сказал, возможно, вы уже это слышали, «Если слушать с песни кантри задом наперед, то они говорят о человеке, который потерял дом, собаку и жену». Суть в том, что вам может нравиться звучание, музыки кантри, но иногда слова. И это касается не только кантри, а скверняют нас. И когда мы говорим о медиа, то же самое касается и телевидения. Есть определенные шоу, которые вам, возможно, нравится смотреть, но вы знаете, что дух этого шоу, дух актеров или ведущего шоу, они ведут себя так и показывают то, за что мир будет осужден Богом, так как мы можем наслаждаться нечестием и говорить, что при этом мы любим Бога. Что нам делать? Скажите так, «Господи, хоть по плоти мне и нравится смотреть это, я хочу быть святым для Тебя, хочу осветиться для Тебя, и жить святой жизнью, отделенной от мира. Я хочу быть принятым Тобой, быть благоуханием и приятным ароматом для Тебя». И что же вам нужно сделать? Отказаться от этих шоу и не смотреть их. Вот что сказал нам Иисус. Он сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Что же означает для нас с вами взять свой крест? Иисус сказал, что если человек не возьмет свой крест, не отречется от себя и не пойдет за ним, то не может быть его учеником. Что означает для вас взять свой крест? «Давайте вернемся к Гефсиманскому саду». Иисус молился. Он потел кровью. Он переживал настоящую агонию. Он знал, какая боль его ждет. И что он говорит? Он говорит, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». А далее он произносит, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот что означает взять свой крест. Это когда мы выбираем Божью волю, а не свою собственную. Послушайте, что сказал Иисус. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». По плоти он не хотел проходить через это. А после этого он сказал, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Церковь. Вот что значит взять крест. Это когда мы говорим, «Отче, пусть будет не моя воля, а твоя». Вот что значит осветиться. Иисус сказал, «Кто потеряет свою жизнь ради меня, найдет ее». Что это означает? А это означает, что мы должны отречься от себя, от похоти плоти, от того, что оскверняет нас, что оскорбляет Бога. Давайте посмотрим на 8 стих. Это место говорит о том, как Бог связывает свое имя Яхве с тем, что Он делает в жизнях своего народа, когда тот сотрудничает с ним. Яхве Макадеш. Это то имя, которое мы изучаем сегодня. Благодаря отношениям с вами, Он освещает вас. Когда вы говорите «да» Ему, хотите повиноваться Ему и идти за Ним, «Послушайте, соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я – Яхве Макадеш, Господь, освящающий вас». Вот почему так важно понимать, что Дух Святой работает в вашей жизни, преображая вас. Павел сказал в послании к Титу, 3 главе, 5 стихе, «Не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, послушайте, банию возрождения и обновления Святым Духом». Отец очищает нас, когда мы взываем к Нему, освещаем себя для Него. В нашей жизни происходят сверхъестественные дела. Вопрос не в соблюдении закона, а в призвании Духа Святого. И когда мы открываем свои сердца Отцу, обращаясь к Его Духу, говоря Ему «да», Дух Святой работает в нашей жизни, омывает, очищает и преображает нас в образ Мессии Иисуса. Бог работает в нашей жизни. Яхве Македеш работает в нашей жизни. Он полностью меняет нас. Он преображает нас. Он делает это сверхъестественным образом. Библия говорит, что это похоже на поднимающееся солнце. Оно становится все ярче и светит еще ярче. Мы меняемся, чтобы становиться все более и более похожими на Иисуса. Но это не происходит без нашего содействия. Мы не сидим пассивно и не ждем, чтобы Бог сделал все. Возлюбленные. Это происходит, когда мы говорим Ему «да» и следуем за Ним. И в завершении. Я хочу сказать, что процесс освящения — это преображающая сила Духа Святого, которая меняет нас, делает нас похожими на Иисуса. Она не падает на людей. Это происходит потому, что мы ищем Бога, потому что мы сотрудничаем с Ним. Я хочу бросить вам вызов сегодня. Некоторые из вас должны стать активнее в вере. Некоторые из нас просто ждут, когда случится чудо. Мы ждем, чтобы Бог сделал что-то. Послушайте, чудеса случаются, и Бог делает то, что Он желает. Но Он награждает тех, кто ищет Его. Мы с вами должны быть активны. Бог сказал, «Осветите себя и будьте святы, потому что Я — Яхве Макадеш». Иными словами, когда вы будете делать это, я дам вам сверхъестественную силу для перемен. Вы получите большую свободу. Вы будете похожи на Иисуса. Сила Мои славы будет сиять все больше в вашей жизни. Люди вокруг увидят помазание Моего Сына на вас. Они увидят славу, увидят радость. Сегодня Бог говорит Своей Церкви вам, «Я люблю вас. Приблизьтесь ко Мне, ищите Меня от всего сердца. И когда вы будете делать это, Я покажу вам свое лицо и залью свою радость на вас. Когда вы отделитесь от мира ради Меня, то окружающие увидят Мое помазание на вас. Я Яхве Македеш, Господь освящающий, и Я люблю вас». В первой книге Царств, второй главе, 30 стихе, мы читаем слова Бога. «Прославляющих Меня Я прославлю». Бог сказал, «Прославляющих Меня Я прославлю». Это касается и еврейского народа. Бог сказал Моисею, «Благословляющих Тебя Я благословлю». Я верю, что на моей жизни и на этом служении есть сверхъестественное призвание. Я верю, что, посеяв это служение, вы получите намного больше. Ваш финансовый вклад свяжет вас с помазанием, которое почьет на этом. И вы будете по-настоящему благословлены. Поэтому, возлюбленные, я прошу вас сделать сегодня ваш финансовый вклад в это служение, в программу «Узнавая еврейского Иисуса». Я уверен, что вам воздастся мерой добрую и утрясенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение «Узнавая еврейского Иисуса», то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Это лучшее библейское учение, какое я только видела. Я узнала много нового, благодаря тому, что Равин показывает, как истории Нового Завета связаны с Ветхим. Мне всегда хотелось понять Ветхий Завет, и я не сильно интересовалась новым. Несмотря на то, что была христианкой, ваша завершающая молитва помогла мне обрести связь с Господом, Марджори из Великобритании. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. В следующем выпуске мы продолжим говорить об именах Бога в Завете. Мы будем изучать Его личное имя в Завете Яхве Шалом. Это означает «Господь наш совершенный мир». Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Субтитры создавал DimaTorzok